Тротуары, брусчатка, площадка для выголособак, велодорожка и памп-трек. Все это появилось в Канавинском сквере после благоустройства. Работы обсуждались вместе с жителями на общественных слушаниях. И поэтому при наполнении сквера старались учесть мнение каждого. Благоустройство первой очереди началось 21 июня. И вот в начале сентября долгожданное открытие. Территория востребована разными категориями граждан. И молодежь здесь, и пожилые люди, и люди среднего возраста. Безусловно, какие-либо мероприятия мы здесь проводить будем. Особенно, когда закончим вторую очередь сквера. Безусловно, территория большая, почти 4 гектара земли. Она всегда будет востребована. На первую очередь благоустройства сквера потрачено более 25 миллионов рублей. Начать реконструкцию зеленой зоны удалось благодаря федеральной программе формирования комфортной городской среды. Но это лишь первая часть работ. Вторая очередь благоустройства начнется в следующем году. Будет продолжена работа по укладке тротуаров и велодорожек. Установлено дополнительное освещение, оборудованы детские и спортивные площадки. Я абсолютно уверен, что в последующие годы нет сомнений в том, что мы этот проект будем продолжать. Потому что соответствующий федеральный закон о бюджете Российской Федерации принят. Что в следующем году и в 2021 году эти пространства будут становиться все ярче, все лучше. Ну а залогом тому сам принцип, ведь реконструируется и строится только то, что выбирают сами нижегородцы. В этом году на финансирование благоустройства общественных пространств в Нижнем Новгороде выделено на треть больше средств, чем в прошлом году. Это предусмотрено национальным проектом «Жилье и городская среда». Если конкретизировать, то на реконструкцию парков, скверов и дворовых территорий в этом году потратят 697 миллионов рублей. Артемий Котков и Вячеслав Орлов. Время новостей. Артемий Котков и Вячеслав Орлов.